Одна из основных задач Славянского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков – не только пресечение и выявление наркопреступлений, но и профилактика данного рода правонарушений. Славянские полицейские провели профилактический рейд, поснятым с учета наркозависимым. Несмотря на то, что в наркодиспансерах эти люди уже не лечатся, они продолжают быть на постоянном контроле сотрудников правоохранительных органов. На учете полиции сегодня находится 47 славянцев. Выезжая к ним на дом, специалисты наркоконтроля совместно с представителями районной антинаркотической комиссии проверяют, чем занимается бывший наркозависимый, не вернулся ли к прежним привычкам. Житель станицы Петровска, назовем его Алексей, наркоман со стажем. Употреблять психотропные вещества начал еще в армии. Теперь о многом жалеет, в особенности, что бросил спорт. Желаю людям вообще, чтобы не выпотреблять никакой гадости, вообще лучше спортом заниматься. Вот это самое хорошее. Плохо, что я борьбу бросил, конечно, было в свое время, вольную борьбу. Хотя вольная борьба помогла мне в армии служить. Да и вообще на вытяжку и вообще родить своих ровесников. Это хорошая штука спорт. Так что, хлопцы, занимайтесь спортом. Если в ходе рейда устанавливается, что человек продолжает употреблять психотропные вещества, его направят на принудительное лечение. В случае отказа по решению суда закроют на 30 суток. Ведется контроль и за лицами, привлекавшимися к ответственности за распространение наркотиков. Также есть лица, по которым состоит на административном надзоре за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В отношении у них есть такая мера наказания, то, что они после 10 должны содержаться по месту своего проживания. Также ежедневно оперативный сотрудник, который осуществляет дежурство, проезжает, проверяет данных лиц на предмет нахождения их дома. Благодаря жесткому контролю и большой профилактической работе число людей, употребляющих психоактивные вещества и состоящих на учете в Славянском наркодиспансере по сравнению с прошлым годом снизилось практически на 20%. На сегодняшний день мы уже сдали годовой отчет. На учете стоит 804 человека всего. Из них 109 человек – это лица, которые с синдромом в зависимости от наркотических веществ и 525 – синдромом в зависимости от алкоголя. Из 109 человек, состоящих на учете по наркомании, 55 – это лица, употребляющие опинную группу. Это, в принципе, очень много, 50%, даже чуть выше. Из группы эпизодически употребляющих, а их 83 человека, большую группу составляют лица по аношекурению. Ну, есть полинаркоманы, есть, конечно, и спайсы, но это несколько меньше. Употреблять психотропные вещества начинают, как правило, люди до 25-30 лет. Впервые пробуют в подростковом возрасте. Поэтому профилактическая работа с молодежью начинает проводиться еще в школе. Сейчас у нас ответственность предусмотрена и за табакокурение, и за употребление алкоголя и наркотиков. Вот все это я пытаюсь рассказывать каждому ученику, чтобы каждый об этом знал. Ну, и с родителей, конечно, не снимается ответственность. Грядут очень большие новогодние каникулы, когда дети у нас начинают алкоголь пробовать, где-то курить в своих компаниях. И поэтому именно в это время нужен особый контроль со стороны родителей. Благодаря проводимой работе удалось добиться неплохих результатов. Сейчас на учете славянского наркодиспансера нет ни одного подростка. На профилактическом наблюдении находятся всего пять несовершеннолетних. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».